В генах англичан разглядели признаки социального неравенства. Биология-социология 185011 Нояб. 2019 сложность 5.2 В генах англичан разглядели признаки социального неравенства. Ученые обнаружили следы социального расслоения населения Великобритании на генетическом уровне. Они выяснили, что люди с похожими наборами генов и уровнем предрасположенности к тем или иным болезням живут в одних и тех же регионах страны, даже если они не родственники, и зависят это от экономического благополучия региона. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. До сих пор считалось, что разные варианты генов распределены в популяции приблизительно случайным образом. На этом предположении основывается вставший в последнее время популярным метод Менделевской рандомизации. Суть его в следующем. Если те или иные варианты генов связаны с определенным признаком, то можем предположить, что и признак в популяции распределен случайным образом. А дальше мы можем проверить, правда ли, что у людей с таким признаком чаще встречается та или иная болезнь. И если да, то можно считать, что мы установили причинно-следственную связь. Приблизительно так, например, было устроено недавнее исследование о том, как связано курение с риском развития депрессии и шизофрении. Абдел 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 Ауи Из Амстердамского университета и его коллеги обнаружили у этого метода подводный камень. Они показали, что генетические варианты могут быть распределены в популяции далеко не случайным образом. На это могли повлиять, например, пути миграции людей тех или иных социальных групп между странами или даже в пределах одной страны. Ученые воспользовались данными Британской базы и генетических данных. UK Biobank Люди распределены на пять групп, принципиальных компонент. PC В зависимости от комбинации полигенных показателей риска по разным признакам. В разных регионах Великобритании они встречаются с разной частотой. Эбдел Ауи Эдал Nature Human Behavior 2019 поделиться. Особенно сильно эта зависимость проявилась для уровня образования. Авторы работы обратили внимание на то, что полигенный показатель риска для уровня образования был ниже всего, примерно минус 0,2 по сравнению с 0,2 в среднем по стране, в шахтерских регионах с высоким индексом экономического неблагополучия, и индекс Таунсенда. Когда же исследователи проверили, как показатели риска для других признаков распределены по Англии, то обнаружили, что они очень сильно отличаются у жителей этих регионов и остальных англичан. Сильнее всего отличались показатели риска у людей, которые уехали из шахтерских городов. Например, полигенный показатель риска для индекса массы тела составил примерно 0,1 для жителей бедного региона, минус 0,5 для жителей других областей страны и минус 0,1 для тех, кто уехал из бедного региона в богатый. Ученые полагают, что таким образом им удалось зафиксировать расслоение общества на генетическом уровне. Чем сильнее тот или иной признак был связан с социоэкономическим положением, тем выше была степень кластеризации показателей риска по этому признаку. Вероятно, это следы индустриализации. Когда-то представители бедных слоев общества отправились на заработки в шахты и осели вокруг них. Распределение полигенного показателя риска для уровня образования, красный, по областям Великобритании, две карты слева. Значение индекса Таунсенда, экономическое неблагополучие, две карты справа. Черным обведены шахтерские регионы. Обделение социального неравенства Обделение социального неравенства Полина Аласева Корректор А.Кулакова